Кровавая резня во Львове. 30-летний мужчина заперся в одном из отделений больницы и взял в заложники 75 человек. Есть пострадавшие. Захватчика удалось обезвредить. Что стало причиной этого преступления, расскажут наши корреспонденты. Один из пациентов в Львовской областной психиатрической больнице разбушевался, заблокировал дверь в отделении и разбил окна. Затем, угрожая осколком, взял в заложники других пациентов, а их было более 70. Сотрудники медучреждения самостоятельно утихомирить больного не смогли и вызвали полицию. Мужчина швырял из окон не только стекло. В полицейских полетела арматура от кроватей. Прикрывался столами. Силовики пошли на штурм. Когда вошли внутрь, то увидели полный разгром. Много крови и израненных пациентов. Нерезбериха была такой, что сразу не поняли, кто же нападавший. Дальше в конце коридора мы уже увидели голого человека, который держал в руках. Сначала не было понятно, что за точка, что-то было. Но у него все руки в крови были. И то, что он держал в руках, также было в крови. Буйного пациента уже обезвредили. Сейчас он под стражей в той же психбольнице. Им оказался 30-летний житель Львова. На принудительном лечении с 2013 года он убил своего отца, ударил его ножом более 70 раз. Этим летом Дмитрия отпустили домой. Но родственники настояли на его возвращении в больницу. Накануне Резни, 4 августа, его и привезли. В итоге 10 пациентов в психиатрической больнице получили серьезные травмы. Двое из них в реанимации. Пострадали также пятеро полицейских. Уголовное производство открыли по статье «Покушение на убийство». Завтра нападавшему будут избирать меру пресечения. Инна Томина, Галина Якушко. Подробности телеканал Интер. Львов. И буквально только что стало известно о том, что меру пресечения уже избрали. Суд постановил два месяца под стражей. Продолжение следует... Продолжение следует...